сегодня мы посмотрим на россию середины девятнадцатого века глазами образованного человека девятнадцатого века который достаточно объективен и непредвзято описывает россию свои книги что за книга кто ее написал это все есть в первых двух роликах ссылка под видео так вот сегодня я зачитаю достаточно интересные отрывки которые описывают царскую армию и какой по национальности в этой армии был офицерский состав также будет очень интересный отрывок по экономике интересен он одним загадочным моментом который почему-то пересекается с экономикой россии в 21 веке начнем с армии все зачитывать не буду с полным текстом можно ознакомиться у меня на бусте зачитаю самое интересное читаю у россии конечно нет ополчения за исключением того что организовано среди подчиненного населения кавказа и грузии ее сила состоит из организованной армии и флота армия с ее различными родами войск делится на корпуса дивизии бригады полки батальоны и роты кавалерию на эскадроны и так далее корпус в полной боевой готовности состоит из трех дивизий пехоты и 1 кавалерийской иногда с дивизии резервы артиллерия корпуса состоит из 110 орудий различного калибра дивизия состоит из двух бригад бригада из двух полков полный полк должен иметь четыре батальона батальон четыре роты а рота от 170 до 200 человек все эти цифры редко бывают полными за исключением гвардии и некоторых других корпусов по официальным данным за 1852 год вооруженные силы находились в следующем состоянии гвардейский корпус под командованием великого князя ставится в петербурге на расстоянии 100 верст вокруг этого города он состоит из трех пехотных полков и одной резервной дивизии четырех кавалерийских дивизий крупного артиллерийского соединения со 120 140 орудиями специального корпуса саперов и саперов понтонного корпуса далее идет корпус гренадеров его штаб-квартира находится в древнем городе новгороде его полки главным образом размещаются в военных колониях после этих двух отдельных корпусов следует так называемая действующая армия она состоит из шести корпусов или почти 20 дивизий пехоты 6 дивизий регулярной кавалерии 1 нерегулярной казачьей и не менее 700 артиллерийских орудий этой армии настоящее время командует князь паскевич кавказская армия состоит из четырех дивизий пехоты 1 регулярной кавалерии и многочисленных нерегулярных казаков и отрядов мусульманского ополчения из числа туземцев дивизия пехоты занимает финляндию а другая россия на по сибири вся действующая армия подкреплена резервом состоящим из 25 пехотных бригад и 270 эскадронов кавалерии военные колонии для пехоты образуются главным образом новгородской губернии отчасти псковской и витебской губернии они разделены на 24 бригады колонии для кавалерии есть на юге россии губерниях полтавской екатеринославской херсонской и так далее они составляют 75 эскадронов к этому следует добавить саперный и артиллерийский резерв с 50 парками крупнокалиберных войск предназначенных для осады крепостей наконец есть стража внутренних дел сформированная из вооруженных ветеранов расквартирована она по всем краям россии она составляет 50 батальонов которые не все укомплектованы далее есть корпус жандармов состоящие из восьми бригад конных и пеших и рассредоточены по всей империи жандармы выполняют обязанности армейской полиции во время войны и политической полиции в стране во все времена нерегулярная кавалерия состоит в основном из казаков их генералом и командующим является великий князь наследник империи в итоге основная масса вооруженных сил состоит из 17 корпусов имеющих 4900 рот пехоты 1469 эскадронов кавалерии и 330 батарей тяжелой или легкой артиллерии военно-морской флот состоит из трех флотов или эскадр каждая эскадра имеет трех палубные корабли на 100 орудий и 8 меньших двух палубных кораблей на 70 или 90 орудий шестью фрегатами и очень немногими пароходами суда не имеет единообразие своей конструкции некоторые из них такие же тяжелые как старые голландские голлевоты некоторые созданы по английским и американским образцам материал в основном дуб плохой не то чтобы в россии нет леса но военно-морские верфи подчиняются тому же принципу продажности и воровства который пронизывает все другие отрасли управления таким образом суда служит от 10 до 15 лет в целом российский флот следует рассматривать как оборонительную деревянную стену которая никогда не может быть превращена наступательное оружие против европы или заставить действовать в одиночку против какой-либо из морских держав за исключением швеции турции и более мелких казаки военное время редко используются массами на обычном поле боя и главная польза состоит в том чтобы окружить армию железным роем совершенно непроницаемым для неприятеля таким образом они прикрывают передвижение войск предотвращают дезертирство и подбирают отставших армия формируется путем призыва из податных классов населения купцов горожан ремесленников рабочих свободных крестьян и крепостных просторудин может подняться только до звания сержанта в мирное время 12 лет службы и некоторая расторопность могут поднять сына помещика в чин офицера звание лейтенантов и капитанов получает только дворяне государственная служба обязательно для дворянства дворянин может выбирать между гражданской и военной службы но военная имеет приоритет дворянин никогда не начинает свою карьеру простым солдатом многочисленные военные училища дают практическое военное образование дворянам курсант пройдя все классы поступают в армию в чине подпоручика всякий дворянин однажды ставший офицером волен оставить службу по своему желанию для простого солдата обязательный срок службы составляет от 15 до 20 лет когда-то это было на всю жизнь крепостной однажды отданы на военную службу освобождается навсегда когда его срок истек он не возвращается в крепостное рабство но имеет выбор положения и занятия с обязательством быть записанным какую-либо сельскую или городскую общину его жена также становится свободной дети рожденные до его поступления на военную службу остаются крепостными те что во время нее и следуют новому состоянию родителей весьма многочисленный резерв формируется следующим образом срок службы крепостного солдата составляет от 15 до 20 лет но если его поведение правильно и он желает этого он получает так называемый неограниченный отпуск на оставшийся срок и может вступить в гражданскую жизнь любым удобным для него способом оставаясь при этом под военным контролем они образуют батальоны и бригады имеющие офицерские и штабные учреждения которые в случае необходимости созывают и организуют их мгновенно их также собирают почти каждый год от четырех до шести недель для учений военные колонии обязаны своим существованием графу ракчееву граф ракчеев взял за образец военные колонии созданные австрии между австрославянской и турецко-славянскими границами но целью ракчеева не было защиты границ он окружил петербург этими колониями чтобы таким образом укрепить и сделать неприступной эту тверденью деспотизма наследные крестьяне новгородской отчасти псковской губернии были превращены в солдат а их деревни в казармы и лагеря крестьяне новгорода и пскова эти две древние колыбели русской республиканской свободы хоронили еще священную старую традицию и отличались непоколебимым и неуправляемым духом это должно было быть сломлено и искоренено военная система вводилась железной рукой с неумолимой жесткостью близкой жестокости немилосердные телесные наказания были повседневным явлением в преобразованных деревнях деспотически правили военные офицеры составлявшие штаб всякий труд как и всякое движение ново порабощенных направлялись приказом сверху все сельское население под штрафом обязывалось переселиться в один и тот же день нет в один и тот же час крестьяне не мог пойти на рынок или продать яйцо без разрешения офицера в то же время не его жена не его дочь не были застрахованы от насилия однако во время польской кампании весной 1831 года когда колонии опустили от расквартированных в них гренадеров произошло страшное вспыхнуло восстание большая часть офицеров была убита в ряде случаев их закапывали в землю по пояс затем скашивали косой наконец восстание было подавлено в крови графом орловым многие были уничтожены на месте сотни семей перевезены в сибирь однако отныне была введена менее жестокая дисциплина и казалось бы следующее поколение привыкла тяжелому игу пока я прерву чтение этой интересной книги и остановлюсь на последнем фрагменте польский граф пишет восстание 1831 года которая охватила военные колонии пскова и новгорода меня заинтересовал этот факт а что об этом событии сообщают историки из 20 века а сообщают они следующее в 1830 году россия пала под натиском эпидемии холеры и поэтому в тамбове и новгородском округе военных поселений возникли стихийные бунты простой народ верил что холеру распространяют врачи по приказу господ и поэтому народ пошел громить больницы и усадьбы не правда ли интересно почему человек живший в середине 19 века ничего не пишет о холерном бунте он пишет как восстали новгородские и псковские крестьяне которых насильно превратили в рабов при военных колониях он пишет как руководители этих колоний насиловали жен этих крестьян и к чему это привело обычно военных колониях располагались части гренадеров это фактически элита царской армии спецназ 19 века так вот в 1831 году вспыхнула польское восстание естественно для подавления этого мятежа были отправлены самые боеспособные части и в том числе новгородские гренадеры и как только гренадеры ушли из новгородских военных колоний то крестьяне сразу же подняли бунт и стали нещадно уничтожать царских офицеров которые над ними годами измывались то есть в книге 1854 года описан народный бунт причиной которого были адские условия жизни крестьян военных колониях новгорода современных источниках причиной бунта указано холер чему верить вы решаете сами а я продолжу чтение я становлюсь на очень интересном факте национальности офицерского состава царской армии читаю те кто просматривал военный альманах россии будет удивлен обнаружив что имена офицеров и прежде всего генералов иностранные и большинство из них немцы основными источниками этого иностранного элемента является так называемые балтийские провинции состав который входит курляндия ливония и эстония помимо этих прирожденных подданных империи течение этих столетий наблюдался приток авантюристов из германии во всех формах и с любыми целями все они стремились продвинуть свою карьеру за счет туземцев все эти немцы родившиеся или привезенные составляют главную опору деспотизма являются верными проводниками его величайших сатурналей россия для них не родина у них нет к ней любви единственная связь между ними и ею самая жалкая преданность хозяин которому они служат они не испытывают никакого интереса к моральному благополучию страны и все более и более ненавидят аборигенов которые по мере распространения цивилизации и культуры оттесняют этих чужеземцев на задний план их существование всецело зависит от царей и имперским прихотям они преданы душой и телом это одна из причин покровительства дарованного им императорами таким образом немцы рассеяны повсюду при дворе в дипломатии на военной службе немецкая кровь течет исключительно в императорской семье с императрицей елизаветы дочерью петра великого на престоле угасла чистая русская кровь примесь немецкого становилась все более и более обильный с каждым воцарение и теперь можно сказать что в ее жилах едва ли есть хоть капля примеси романовых петр третий племянник елизаветы был сыном принца гольдштейнского готтерпа а екатерина его жены ангальдской их сын павел первой таким образом был почти полностью немцем по происхождению от его брака с принцессой из дома вюртембергов происходит нынешний государь таким образом немцы были привиты к немцам уже за четыре поколения и чисто славянский элемент полностью уничтожен поглощен если мужчины по рождению натурализуются так или иначе обрусевают то женщины постоянно привозимые из германии совершенно естественно предпочитает быть окруженными соотечественниками таким образом они находят доступ ко двору поддерживают интересы своих родственников под их покровительством немцы благоденствуют во всех направлениях и россии нелегко очиститься от них приручьте не автор книги много пишет о немцах о том что в россии все зависит от немцев император по сути немец все высшие чиновники и генералы немцы то есть россии 19 века правило немецкая кровь и может показаться что граф гуровский не объективен и не видит ничего хорошего в россии но это не так гуровский плохо высказывается о немецких офицерах русской армии но послушайте что он пишет о русском солдате вообще читаю характерные черты русского войска свойственны общему характеру славян и русских частности выдающимися качествами являются неукротимое упрямство не сломленная стойкость настойчивость и выносливость почти за человеческими пределами русский никогда не бросает никакой работы раз начав ее для достижения намеченной цели он не задумываясь преодолеет любые трудности слова невозможно почти неизвестно русскому рабочему ремесленнику или солдат таким образом если ремесленнику показать какое-либо новое или сложное произведение искусства и задать вопрос сможет ли он изготовить что-то подобное его готовым ответом будет не знаю но попробую точно так же солдат на поле боя никогда не думает что там что-то невозможно он штурмует батареи с хладнокровием и выдержит совершенно невозмутимо самый смертоносный огонь врага если его одолевают и разбивают он не убегает в беспорядке с поля остается на нем даже при неизбежности потери жизни некоторые считают что это результат строгой дисциплины в то что дисциплина может до известной степени этому способствовать нельзя сомневаться но никакая дисциплина не может устоять против страха это все написал в 1854 году не русский пропагандист а польский граф который был вынужден бежать из россии в америку ладно давайте посмотрим что граф гуровский пишет о русской экономике основные доходы империи состоят монополии на продажу всех видов спиртных напитков таможенных сборов и ренты уплачиваемой коронными владениями другие отрасли как штампы рудники и так далее сравнительно невелики для увеличения доходов от таможни вводится пошлина на вывоз национальных продуктов общая выручка может составлять 125 130 миллионов долларов из этого количества почти половина приходится на спиртовую монополию таможни дают около 26 миллионов царские заводы около 34 миллионов почти две трети дохода уходит на содержание огромной армии и флота очень интересным из книги графа гуровский следует что россия в середине 19 века представляла из себя огромный военный лагерь и две трети дохода государства уходила на содержание армии которые руководили немецкие генералы и которая участвовала в очень странных иностранных компаниях но не это самое интересное в книге польского графа вот смотрите что он пишет много разговоров вызвало в газетах вложение сделанное царем несколько лет назад британские и французские ценные бумаги это загадочное вложение было сделано после года общего неурожая во всей европе за исключением россии с финансовой точки зрения это вложение было нонсенсом у россии есть государственный долг и она платит по нему проценты намного превышающие проценты выплачиваемые банком франции таким образом если бы казначейство обладала этими избыточными миллионами лучшим возможным вложением средств был бы внутренний государственный долг но только задумайтесь над этими словами середине 19 века царская россия вкладывает миллионы в ценные бумаги англии и франции при этом сама русская империя имеет большой внешний и внутренний долг и по этим долгам платит проценты превышающий те что сама получает от покупки иностранных ценных бумаг вам это ничего не напоминает не напоминает как еще вчера россия активно вкладывалась в американские ценные бумаги вместо того чтобы развивать собственную промышленность я думал что это мода 21 века отсылать деньги в никуда оказывается нет еще в середине 19 века россия спонсировала иностранные банки в ущерб собственной экономики и самое интересное в том что когда вы попытаетесь найти в гугле информацию о российских займах франции в середине 19 века то вы ничего не найдете google будет вам подсовывать истории о том что россия что-то занимала на внешних рынках о том что россия давала взаймы франции или англии такой информации вы не найдете на этом все смотрите мой канал